Друзья, всех приветствую! Находимся на Радмире, Криминальная Россия, сервер номер один. Ну что, мы с вами всё-таки разобрались с семьёй и Малинина, с семьёй и Алмазова. Больше никого из этих семей не существует, а значит, друзья, не существует и проблем. И теперь Донган свободен, можно сказать. Я свободен. Единственное, друзья, что осталось нам найти 50 миллионов рублей, которые украли грабители. Или кто не смотрел прошлый выпуск с наказанием этих грабителей, которые украли сейф у Дона Гана, обязательно посмотрите. Ну а сейчас же я должен с Доном Ганом поговорить и решить, где нам искать эти деньги. Как думаешь, где могут быть 50 мультов? Когда мы нашли сейф, друзья, и открыли его, к сожалению, денег там уже не было. Оттуда их изъяли, куда-то спрятали. А когда мы их нашли, они не признались. И что бы мы с ними ни делали, они признаваться не хотели, потому что они понимали, что их в любом случае убьют. И они были правы. Они сейчас уже мертвы. Твоя проделанная работа по убийству президента не прошла зря. И теперь уже строится вторая рублёвка, на которой можно хорошо заработать. Вторая рублёвка? Наконец-то была твоя мечта, Донган. Я очень рад. Я очень рад за тебя, на самом деле. Это круто. И я прям с нетерпением жду этой второй рублёвки. Интересно, где она там будет находиться конкретно. Мы видели место с вами. Для тех, кто смотрел прошлые ролики, знают, что планировалась вторая рублёвка. И даже на карте было помечено, где будет проходить мост, друзья, от Арзамаса на вторую рублёвку. И сама вторая рублёвка, где будет находиться. Поступила ещё информация, что кто-то внёс в детдом сумму размером 50 миллионов. У меня к тебе просьба небольшая. 50 миллионов? Дон, это совпадение? Как ты думаешь? Съезди в детдом и проверь данную информацию. Думаю, да. Слушай, 50 миллионов попали в детдом, но если они там, то мы просто так их не заберём. Можешь ехать. Ладно, я узнаю, имеют ли эти денежки отношение к нам. Если да, ты об этом узнаешь. Но, друзья, на самом деле это выглядит очень подозрительно. Действительно, 50 миллионов в то время, когда у нас пропадают 50 миллионов. И обычно благодарительные фонды помогают детским домам. И нам необходимо будет выяснить, кто у нас вообще директор. Я знаю, что директор строит дом себе в Арзамасе. Но нас директор не интересует. Он нас будет интересовать, если мы убедимся в том, что деньги, которые получил сейчас детдом, наши. Это, конечно, друзья, благое дело. Я согласен. Но неужели они решили отдать эти деньги? Ведь они на эти деньги могли где-нибудь купить себе дома. Уехать за границу, в конце концов, да? Приобрести себе что-нибудь полезное. Но они пожертвовали эти деньги в детдом. И когда они успели это сделать? Наверное, сразу после того, как они только вытащили деньги эти из сейфа. В случае, конечно, если вообще эти деньги имеют отношение. Но, как я понимаю, так и есть. Скорее всего. Поскольку совпадения такого точно быть не может. У нас просили 5 миллионов. Вы помните, Малинин просил 5 миллионов на благоустройство детдома. Чтобы там сделали ремонт. И это всего лишь 5 миллионов. А теперь, представьте, 50 поступило. Да кто готов такие деньги вбухать в какое-то сраное старое здание? Да и вообще, если уже вбухано 50 мультов в этот детдом. То, я думаю, мы уже с вами должны увидеть какую-то разницу. Уже хотя бы, ну, плиточкой там его покрыть. Да, потому что здание действительно старое. И нужно, обязательно нужно хотя бы как-то покрасить его. Благоустроить. Но, на самом деле, разницы я, как таковой, не вижу. Те же самые клумбы дурацкие. Ничего здесь не изменилось. Ну, конечно же. Где 50 миллионов, спрашивается. Может быть, только проектируется все. Но, ничего, друзья. Абсолютно ничего. Как пахнут цветочки. Так, пацан. А ну-ка. Я думаю, можно будет пройти. Где охранник? Здесь охрана была. Я хотел с ним, вообще-то, побеседовать. Ладно, с пацаном. Эй, парниш, хорош ситы нюхать, собачки справляют. Ну, жду. Ты что там делаешь? А, что? Не кричи. Ты чего тут один-то стоишь? Да я один, у нас тихий час, а я спать не хочу. Так, а где дядя охранник? Куда подевался? Уволился он после того, как избили. Твою же мать. Оставил человека без работы еще. Было дело, было. Понимаем. А ты-то что грустишь? Правильно он сделал, на самом деле. Упендривался много, твой охранник. Ладно. Это все хорошо, конечно, да? Плевать мне на этих охранников. Кто уволился, кого там ищут. Мне вот что интересно. У вас же есть кабинет директора, правильно? Конечно, есть. Слушай, ты бы не мог мне его показать? Вот очень хотел бы посмотреть, а я тебе 5000 рублей. Как тебе такое, а? Предложение, малой. Деддомовцу 5000 даю. Неужели откажешься? Просто покажи, если я посмотреть. Я посмотреть хочу, если ничего больше. Хм, серьезно. Ничего не собираюсь сделать. Обещаю, директор не узнает. Я тебе гарантирую, а вы ничего не украдете. Нет, 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 нет. Я правда, мне ничего не нужно оттуда. Ну что, я буду воровать из здания детдома. В своем компьютере, в своем уме, молодой человек. Нет, конечно, не буду ничего. Я, наоборот, еще могу оставить. Но, естественно, чтобы его не поставлять, я не буду ничего оставлять и не буду ничего красть. Ладно, за 5000 готов. Все, договорились, дружище, договорились. Вот это называется сотрудничество, друзья, с малых лет. Все правильно, все правильно. Ну, пойдем, проводишь меня, покажешь, где именно кабинетик у вас располагается. Тогда пошлите, пойдем, пойдем. Посмотрим, друзья, по документикам все. Ну, веди, давай. Так, главное не разбудить остальных. Кстати, надо будет ему еще сказать, чтобы он ни в коем случае никому ничего не говорил. Так, вот этот, вот этот кабинет. Все, спасибо. Следи, чтобы никто не проснулся. И никому ни слова. А то они расскажут директору. Ты понимаешь, что потом будет. Все, давай, жди тут. Так, но самое главное, нам здесь ничегошеньки, друзья, не уронить. Чтобы ни в коем случае директор ничего не заподрозрил. А может быть здесь у нас 50 миллионов, а? Но я не воровать сейчас пришел. Я не буду сейчас пытаться взломать сейф. И тем более, я не умею это делать, в конце концов. Мне нужен компьютер сейчас. Замечательно. Вот что мне нужно. Так, малой, подожди. Я быстренько сейчас в комп залезу. Посмотрим, что у нас там есть. Итак, друзья, как я уже сказал, благотворительные фонды пополняются, собственно, бюджет детдома. И нам необходимо узнать, откуда было это поступление. Вот у нас список всех фондов. Смотрим, смотрим, смотрим. Так, 50 миллионов. Что это у нас за фонд? Фонд у нас получается Светик. А походу, друзья, это да. Владелец Света. Это воспитательница. Ничего себе. Быстренько она, друзья. Быстренько на самом деле. Вот это, друзья, и есть подтверждение. Чистое подтверждение того, что принадлежат деньги конкретно нам. По сути, это воровские деньги, это криминальные деньги, это кровавые деньги. И, конечно же, они не должны будут потрачены сюда. Да, это благое дело. Я, конечно, обсужу вопрос обязательно с Доном Ганом. Возможно, он скажет, да пусть. Пусть дети живут, пусть все красиво построится. Возможно. Возможно, согласится. Возможно, я бы даже оставил, ничего бы уже не дергался бы. Потому что мы со второй рублевки заработаем намного больше. Но, в любом случае, нам с вами нужно будет все-таки поговорить и с директором. Чтобы, так сказать, проконтролировать процесс траты денежных средств. То, что нужно, мы получили. Самое главное. Так, теперь можно покинуть кабинетик. Все вроде бы на своих местах. Угу. Валим отсюда. Пошли давай, малой. Тихонечко. Пошли на улицу. Ну что, все, 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 все. Я могу и свободен. Нет. Нет пока. Подожди. Ты еще нужен. Пойдем пока, быстрее. У меня к тебе еще один вопросик будет. Последний. Надеюсь, ты мне на него ответишь. Скажи, где сейчас находится сам директор? Мне с ним нужно поговорить. У нас очень срочные вопросы к нему. Отвечу за пять тысяч. Ах, ты хитрец маленький. Вот паразит, а. Смотри-ка, а. Научился. Научился. Серьезно? А так не скажешь. Вот один раз дай денежку. Все. Теперь, друзья, вот это на всю жизнь, поверьте. В любой ситуации он будет говорить пять тысяч. Ну, это, конечно, сейчас со мной пять тысяч. Подешевле, может быть, будет. Сейчас, конечно, он жирно, жирно. Нет, конечно, мне деньги нужны. Да всем нужны деньги в этом мире. Ладно, ладно. Уговорил ты меня. За такую ценную информацию я готов дать. Если только ты мне действительно поможешь. Малокосос. Понятно? Надеюсь, ты меня не обманешь. Спасибо. Ну, говори. Где находится директор? Это, кстати, малой. Я делаю сейчас во благо тебя. А я тебе пять тысяч даю. Я еду проконтролировать, чтобы средства были потрачены куда нужно. Наш директор поехал к себе на стройку своего дома. А, он сейчас там находится. Все. Понял. Понял. Спасибо. Мы, друзья, знаем, где он строит свой дом среди жилых домов. Мы прекрасно это помним. Все, больше ничего не скажу. Иди. Иди. Все. Иди спи. Давай. Я могу быть свободен? Да. Все, молодец. Отслужился. В армии тоже будешь честь отдавать. Ладно, друзья, поехали. Значит, сейчас Варзамас для того, чтобы встретить его. Как он сказал, он сейчас на стройке. Контролирует свою стройку, потому что у него строится дом. И я надеюсь, что ни копейки из этих 50 миллионов на этот дом потрачено ни в коем случае не будет. Лично я этого не позволю. Но этого директора, господа, в любом случае проверять нужно. Обязательно нужно проверять. А знаете, почему нужно проверять? Потому что он вот такую наглость проявил и строит свой дом прямо среди жилых домов. Понимаете? То есть кипит стройка среди этих жилых домов. Посмотрите, вот она. Огородил он себе двор. Здесь должны играть дети. Согласитесь, друзья. Но посмотрите, здесь особо даже площадки нет. Прямо выходишь из подъезда и перед тобой стройка. Перед тобой будет частный дом. Во дворе. Вот максимум, что они соизволили поставить. Пожалуйста. Это вот эти вот, значит, скамейки и какие-то турнички. Все, на что хватило их. А здесь должна быть огромная площадка. Вот футбольное поле лучше бы здесь стояло. Поэтому я считаю, что директор, конечно, наглый. Мы сейчас спросим у него лично, если он, конечно, будет присутствовать. Так, ну что, стройка идет у нас полным ходом. Продам участок под дом. Продам участок под дом. Это вот этот, вы про этот участок. Так, у нас здесь кто-то строит вообще или нет? А что здесь пустота? Не понял немножко. А, здравствуйте. Эй, хочешь участок купить? Да, вот этот участок? А почему вы его продаете? Я так понимаю, вы владелец этого участка? Приветствую. Да, да. Слушайте, а если не ошибаюсь, вы же, по-моему, являетесь директором детдома, правильно? Хочешь купить его? Участок? Да, на самом деле, место-то хорошее. Вопросов нет. Действительно, под огромный дом. Смотрите, какой он себе хотел здесь построить большой дом. Да-да, вот он является директором. Слушайте, а как вас зовут? Олег Дедомовский. А вас? Очень приятно. Максим меня зовут. Слушайте, а вообще, почем продаете такое место хорошее? Я как бы тоже своего рода бизнесмен. Может, и действительно я заинтересован в покупочке этого участка. Пройдемте, пройдемте, посмотрим поближе. Может быть, я и возьму себе. Интересно, угловой дом собрался строить, смотрите-ка. Уже сваи воткнул, да? 20 миллионов, 20 миллионов рублей. Слушайте, а место ведь, место превосходное. Центр, грубо говоря, Арзамаса. Скажите, пожалуйста, Олег Дедомовский, а какая причина продажи? 120 квадратных метров. Дом большой, получится. Слушайте, по-моему, здесь больше. Я вам скажу. По-моему, здесь все 250, а то и 300 квадратных метров. На самом деле. Плюс еще сама непосредственно площадка передома. То есть тут и двор для своей семьи можно хороший забасать. Бассейн, в конце концов. Это шикарное место. Только вот люди, которые будут смотреть из окон, это, конечно, не камильфо. Причина? Да я дом покупаю на новой рублевке, которая строится уже. А, вы про вторую рублевку? О, ничего себе. Уже покупатели там есть? Вот честно сказать, я только сегодня узнал о строительстве этой рублевки. И на самом деле, хорошее место. Учитывая, что она соседствует с основной рублевкой, место приемлемое. А вы что, не знали про новую рублевку? А что смешного-то? Я знал, теперь узнал. Сегодня только узнал, сказал же. Ничего смешного нет. Слушайте, скажите, пожалуйста, а там почем у вас домик выходит, а? Если не секрет, конечно. Как можно было о таком не знать? Да у меня дом, ты даже не знаешь где. Какого хрена? Я не знаю, у меня лучше, конечно, дом или нет рублевки. Это, друзья, вы сами делаете. Но, по-моему, неплохой. Да не весь город гудит. Все о ней говорят. Ну, конечно, конечно. Это все Дон Ганн. Он даже не знает, что я связан с Дон Ганном, который все это и придумал. Это все мозг Дона Ганна. Пожалуйста. Какова вообще цена? Мне просто интересно. Я так предполагаю, что вам это будет не по карману. Слушайте, я достаточно богатый человек на самом деле. А вы скажите, вы сами-то почему покупаете вот этот участок, дом на новой рублевке? За 70 миллионов? Ого! То есть это вы здесь, получается, продаете за 20 и покупаете за 70. Это вы 50 миллионов добавите, получается, чтобы купить дом. Видите, друзья, какие все-таки дорогие дома. На новой рублевке причем. Она тоже, думаю, будет достойно выглядеть. Мы посмотрим с вами обязательно. Кстати говоря, мне даже интересно, если уже началось строительство, друзья, Ну, мы просто обязаны с вами съездить и посмотреть, что там происходит. А 50 миллионов он добавит и получится 70. А чьи 50 миллионов? А вот это, друзья, вопрос. Слушайте, вы вот, я знаю, что являетесь директором, да, детдома. А откуда еще 50, а? Получилось. Если хотели этот дом построить за 20 миллионов. А тут еще 50 откуда-то появилось. Олег Дедомовский. А ну-ка, рассказывайте, что вы скрываете. Это уже не твое дело. Ух ты, какой борзый. Ух ты, какой борзый. Ладно, спокойно. Спокойно. Не буду сейчас доставать биту. И не буду портить ему лицо, наверное, пока что. Давайте-ка все-таки, наверное, съездим на рублевочку, да? Так будешь сейчас-то покупать? Да. Я буду его брать. Буду. Буду. Мне понравился. Вот сейчас так очень. Слушай, а покажешь место, где это вообще дом-то находится, который ты будешь покупать? Мне на самом деле так интересно. Я там не был, ну вернее, я там был, но видел просто поле. И интересно посмотреть, что мы можем увидеть сейчас. Если вы, конечно, уважаемый Олег Дедомовский не против. Вы еще не знаете, где она? Ну, я примерно, примерно понимаю, где. Ах, ну поехали, покажу. Так, я за вами. Тогда Олег Дедомовский. Я за вами, потому что я тоже на тачке. Сейчас Олег Дедомовский покажет нам. Я, друзья, специально сейчас хочу узнать, где он конкретно, ну, мы понимаем, что это какое-то место на новой рублевке. Но где именно будет располагаться дом, потому что не один он покупатель наверняка у Дона Гана, да, за такие деньги. И мы должны сразу понимать, где именно приобретается квартира, вернее, дом его. Ну и, естественно, сами посмотрим на то, что вообще сейчас происходит на новой рублевке. Обалдеть, друзья, я просто за ним не успеваю. Ну, конечно, у него грань широкий, блин. Летит, как хрен знает куда. Так быстро я со своим раптором далеко. Вот оно, господа. Не может быть, я это вижу. Обалдеть. Посмотрите, вот старая рублевка. Вернее, ну, как бы рублевка, да, основная рублевка. Где все, все абсолютно дома скуплены, друзья. Ни одного дома вы не найдете. И вот оно, новое. Обалдеть, даже заправку уже строят. Ничего себе, краны стоят, выравнивается, друзья, все. Ничего себе, это что у нас там за теплица такая интересная. Друзья, посмотрите только на это бурное строительство. Сейчас, о, уже машины там есть, ничего себе. Земля выравнивается вся для того, чтобы начали строить дороги. Давайте поближе подъедем, все-таки посмотрим, что именно сейчас происходит. Видите, поехал по полю, потому что нет еще даже сюда дорог. То есть техника сюда приезжает. Во всю работа уже кипит мост. Посмотрите, какие огромные плиты. Мост тоже строится, друзья. И этот мост, чтобы вы понимали, будет идти до самого Арзамас-Сити. Уже отсюда видно, где именно будет располагаться мост. Давайте где-нибудь здесь припаркуемся. Главное, конечно, не мешать рабочим. Пусть они строят. Мы же просто посмотрим, полюбуемся этим, друзья. Вы только гляньте, а. Вот они, сваи эти для моста. Все эти упоры, которые будут держать все эти мосты, соответственно, да. И мы с вами сможем передвигаться отсюда, от этой новой рублевки, собственно, до Арзамас-Сити. Не надо будет делать какие-то, знаете, круги наматывать. Понимаете? Это огромный плюс, на самом деле. Поэтому мост обязательно нужен. И я Раша Донган построил. Поскольку, скорее всего, если бы моста не было, здесь бы дешевле стоили дома, разумеется. Потому что заезд был бы намного труднее. Ну и на основную рублевку, друзья, тоже этим мостом вы сможете смело пользоваться. Допустим, если вам понадобится. Все, заправочки уже есть. Все выравнивается, конечно. Очень классно все выглядит. Так, уважаемый Олег Дедомовский, что вы делаете? Что вы здесь катаетесь? Давайте, рассказывайте. Где у вас здесь домик будет построен? В какой части? Расскажите мне, очень интересно. Вы находитесь только смотри, что вас не засосало бетономешалку куда-нибудь. Вот будет мой дом. А, он прям здесь будет? Ничего себе. Класс. Мы стоим на месте, где еще этого дома даже не существует, друзья. Запомните, пожалуйста, все, что вы сейчас видите. Запомните это. И мы посмотрим потом разницу, что здесь будет находиться. Это круто. 70 мультов. Блин, на самом деле это не так много, конечно, да? Учитывая, что у нас дом, блин, за полтора миллиарда. Но и еще вот тут будет мой личный парк. Ничего себе. Ну, за 70 миллионов. Приемлемо, приемлемо. Еще и со своим парком. Так, запомнили, друзья, место. Угу. Здесь, говорит, будет парк его. И здесь будет его дом. Посмотрим, друзья. Сейчас же моя задача, друзья, конечно, посоветоваться с Доном Ганом. Понятное дело, что Дон Ган, скорее всего, будет забирать деньги у него. Поскольку деньги все-таки не его. Это кровавые деньги. Уберите машину. Извиняемся. Извиняемся. Сейчас все уберем. Простите. Сейчас, сейчас. Понимаю, что отвлекаем. Так, давайте отъедем. Уважаемый Олег Дедоновский. Давайте. Отъедем немножко. Ой, извините, извините, извините. Давай, чуть-чуть хотя бы. Уйдем. Пусть выравнивают. Вот, до сюда, получается, у нас будет идти рублевочка. Давайте все-таки с ним поговорим. Потому что мне не нравится, что деньги уходят именно на этот дом, а не в Дедом. Вот половину хотя бы, если бы. Просто половину возьми, отдай в Дедом, а остальное на дом. Нет. Нет, быстренько продал участок свой дешевый уже. Да, на тот момент ему казалось дорого. А сейчас что? В общем, давайте прямо на чистоту. Уважаемый Олег Дедомовский. Я вам хочу сказать, что, ну, нельзя тратить деньги Дедома на свои личные нужды. И, знаете ли, это на самом деле кровавые деньги. И я бы их на вашем месте вернул. Прямо сейчас. Как вам такой расклад? Что? Я вам серьезно говорю. Это... Это деньги воров в законе. Очень серьезные люди стоят за этими деньгами. Да. Да. А вы что думали? Откуда? Вам с неба упали 50 миллионов? Вы в своем уме, нет? Олег Дедомовский. Вы подумайте головой. Да пошел ты, а. В смысле? Олег Дедомовский. Я не советую уезжать. Олег. Олег. Олег, вернись. Олег не хочет возвращаться. Окей. Хорошо, Олег. Хорошо. Ты меня не понял по-хорошему. Ты меня... Сделка сорвалась, друзья. Все. И его участок я не куплю. Хорошо. Понятно все. Понятно. Ладно, друзья. Я все-таки сообщу Донугану обо всей этой ситуации. Очень интересная ситуация. Я думаю, что мы разберемся. Естественно, я ни в коем случае не позволю Олегу Дедомовскому, учитывая в каком состоянии находится Дедом на сегодняшний день, тратить деньги на свои личные нужды. Я надеюсь, он еще просто не понимает, да, что за люди стоят за его спиной и чьи это деньги. Я надеюсь, в будущем он поймет и, скорее всего, друзья тоже его где-нибудь найдут на глубине озера Донагана. Наверняка. Наверняка. Ну, а я уже сказал вам, что запомнили вы, как выглядит сейчас вот эта вот грандиозная стройка. Да, запомнили, посмотрели. Ну, и посмотрим, что будет тогда, когда она уже, собственно, будет достроена. Ну, а я хочу, чтобы вы не забывали, друзья, что вот эти вот события, которые вы видите, происходят исключительно на первом сервере Радмира Криминальной России. Если вы еще не здесь, то присоединяйтесь по ссылочке в описании и не забывайте про команду МН, где вы сможете с игрой полностью ознакомиться, также про одиннадцатый пункт не забывайте, вводите промокод МАКСДИП и по достижению четвертого уровня получаете от меня денежки. А я же, в свою очередь, друзья, каждого из вас благодарю за просмотр. Не забывайте поддержать ролик лайком. Желаю всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok